Помощи нуждается в Сухобуземском районе еще одна семья. Там почти полностью выгорел многоквартирный дом. На улице остались сразу четыре семьи. У многих из них есть маленькие дети. В сельсовете же говорят, чем могли, уже помогли. Тему продолжит Мария Терехина. Было страха, что не за то, что там сам пострадаешь. Страх за детей был. Екатерине трудно говорить. Женщина сейчас находится в больнице и все еще не отошла после отравления угарным газом. Зато в то утро, когда вспыхнул дом, вспоминает мать-одиночка, кричала о помощи на всю деревню. Выпила сначала первую створку огна, затем вторую начала выпивать. Затем появились соседи. Я их попросила, чтобы они приняли. Ну, взяли детей, спасли хотя бы их. Сначала старшего вытащила, прям снег, раздетого полностью. Он у меня надышался сильно дымом. Обугленные стены и куча досок. Сегодня это все, что осталось от дома Екатерины. Но пострадала не только она. Под одной крышей с ней жили еще три семьи. Женщины в голос рыдают. Легли спать в тепле, проснулись в руинах. Из горящего дома все выбегали, кто в чем был. А что нам-то делать? Куда нам податься-то? Нам никто не хочет помогать. Куда только не идем. Сейчас мне звонят в соцзащите. Там Лена Олеговна. Приедьте, мы вам вещи собрали. У меня ребенок не может в школу идти, потому что у меня нет, чем идти в школу. Хорошо добрые люди, чужие люди пожалели, чтобы мы на улице. Мы стояли чуть не сутки на улице. Мы все заболели, что пустили нас на квартиру. Мы только ремонт в прошлом году сделали. И что нам теперь по новой делать? А мы куда должны идти с мужем? Куда? Кто нас к себе возьмет? Сельсовет нам сказал, ну у вас же родственников много. Как я пойду к родственникам? Ну я переночевала одну ночь, две ночи и все. Домой-то надо идти. В сельсовете же говорят, бесплатное временное жилье в общежитии семьям они предоставили. А вот что делать с поврежденным домом еще не решили. Правда, здание уже немного подлатали. Мы попытались утеплить стену, которая, то есть там же сгорело две квартиры в основном, две другие. Они остались, ну они повреждены тоже огнем, но площадь повреждения она небольшая. То есть усилиями сельсовета мы утеплили стену, которая теперь осталась как, ну на улице получается. Вот, и одна семья, они просто не хотят оттуда уходить, они поэтому там живут. Все, кто пострадал по возможности, во-первых, материальная помощь им будет оказана. Это около 10 тысяч рублей. Вещи для погорельцев сейчас собирают все деревни. В первую очередь, говорят люди, им нужна одежда, посуда и бытовая техника. Их можно приносить по адресу село Сухобуземское, улица Комсомольская, 24. Мария Терехина, Валерий Чащин, 7 канал. Мария Терехина, Валерий Чащин, 7 канал.